Сегодня мы поговорим о том, как христианство из обязанности становится отношениями. Мы никогда не должны забывать об отношениях. Христианство — это не только обязанность, но и отношения. Иногда мы так концентрируемся на исполнении обязанностей, что забываем о наших отношениях. Прочту вам строки из Библии, в которых Бог напоминает нам о том, что мы не должны забывать о своих отношениях, когда речь заходит о христианстве. Очень часто мирские вещи могут вмешаться в наши отношения, но мы должны не позволять им это сделать. Давайте скажем на это «Аминь». Хочу начать с откровения. Там сказано «Знаю твои дела». Он обращается к церкви и говорит «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжицы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Иначе говоря, вы все делаете правильно. Боретесь со злом, служите нищим. Вы многое переносите и имеете терпение. Вы делаете хорошие дела. Вы все делаете правильно. Вы не изнемогаете. Вы каждый день верите. Вы даете и служите. Но послушайте эти слова. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Вот что хочу сказать. Вы можете так занять себя благими делами, что отдалитесь от Бога. Такое бывает и в браке. Вы так концентрируетесь на исполнении своего супружеского долга, работаете, платите по счетам, заботитесь о детях, растите детей. Вы делаете то, сё. В итоге все доходит до того, что между вами и вашим супругом или вашей супругой пропадает всякая страсть. Кто-нибудь из вас когда-нибудь засыпал с такими мыслями? Поднимите руки те, у кого были такие мысли. Не стесняйтесь, сколько же здесь честных людей. Не врите себе, поднимайте руки. Итак, у всех нас были такие мысли. Иногда наши обязанности могут отвести нас в сторону от отношений. Нельзя прекращать исполнять свои обязанности. Но и об отношениях забывать нельзя. Лично я постоянно развиваю наши отношения с Синди. Я обновляю их каждый раз, когда мы с ней вместе. Обновляю их каждое утро, каждый вечер. Мы с ней постоянно обновляем эти отношения. Я забочусь о ней, она заботится обо мне. Вы должны постоянно заботиться о своем браке. Нужно постоянно развивать эти отношения. Сейчас прочту вам еще один стих. Это Евангелие от Матфея. Там сказано «Многие скажут мне в тот день, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Здесь вы снова видите, что обязанности исполняются. Миссия выполняется. И тогда объявлю им «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Обратите внимание на слова «знал вас». Они означают «нашу близость с Богом». То есть Бог говорит нам «Вы занимались своими делами и совсем позабыли обо мне». «У нас с вами нет отношений, потому что я никогда не знал вас». Иногда мы думаем, что Бог благословляет наши дела, и думаем, что мы хорошие. Но как же Бог может осуществлять свои деяния через вас и вам ничего не давать? Бог заботится о людях. Он может осуществлять свои деяния через любого, есть ли у вас с ним отношения или нет. Он осуществляет свои деяния даже через тех, кто живет во грехе. Вы спросите, «Ну как же так?» Я отвечу, «Бог заботится о людях сильнее, чем он ненавидит грех». Бог влияет на поведение людей. Вы не можете делать свои личные вещи и говорить, чтобы служиться Богу, даже не имея с ним отношений. Когда вы попадете на небеса, Бог посмотрит на вас и скажет «Я никогда не знал вас». У нас никогда не было отношений. Не знаю, как вы лично, я не хочу попасть на небеса и услышать от Бога такое. Но как же сделать так, чтобы попасть на небеса и быть узнанным Богом? Нужно знать, кто такой Бог. У этих отношений должны быть сильные корни, связанные с христианством. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит, «Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Это значит, что если вы отдалитесь от этих отношений, у вас не получится сделать ничего значительного. У вас должны быть отношения с Богом. Пребывать в Боге значит не просто заглядывать в церковь по воскресеньям. Это значит быть с Ним каждый день. Присутствие Господа должно стать для вас вашим домом. Пребывать значит где-то быть. Пребывать значит где-то жить. Пребывать значит быть в отношениях с Господом. А все дело в том, что сущность христианства — это общность с Богом и Его народом. Именно это и пытается донести до нас Бог. Сущность христианства — это общность с Богом и Его народом. Христос примирил наши отношения с Отцом и сделал нас друг с другом одним целым. Он примирил нас с Отцом. Он вернул нас в Эдемский сад, где когда-то жили Адам и Ева. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Знаете, что делает Господь? Он говорит, «Я хочу идти рядом с тобой». Пошли вместе, давай говорить друг с другом, давай общаться друг с другом. Вот что сделал Иисус, когда примирил нас. Раньше между нами было расстояние, а теперь мы близки друг к другу. Он сказал, «Я разберусь с вашими грехами. Я избавлюсь от них». Но у вас должны быть отношения и близость с Богом. Я хочу, чтобы у вас с Богом была близость, чтобы вы были близки друг к другу. Бог очень этого желает. Это и есть суть христианства. Мы с вами должны быть близки с Богом. Мы должны любить Его, должны быть близки с Ним. Без этого никак. Вы можете делать благие дела, но у вас не будет огня. У вас не будет страсти. Вы собьетесь с пути. Ведь Бог сказал, «Если вы оставите свою первую любовь, я перестану считать вас агнцами». Мы должны быть уверенными как группа, как люди, как личности, что мы следуем за Богом и любим Его. И у нас с Ним близкие отношения. Скажите, а кто из вас хочет быть уверенным, что эти отношения крепкие? Сейчас я расскажу вам три вещи, о которых мне поведал Бог. Эти действия помогут вам поддерживать общность и отношения с Богом. Можно столько всего сделать. В Америке можно сделать много разных вещей. Мы можем сделать очень много разных вещей. И знаете, что я выяснил? Чем больше у кого-то благословения, тем больше в их жизни разных дел. Но часто эти люди отдаляются от Бога. Они задыхаются. Они душат свои отношения. Им никак не выбраться из этой хватки. Я расскажу вам очень важные вещи, без знания которых мы будем просто никем. Без них у нас ничего не получится. И в итоге мы будем уничтожены. Мы должны быть уверены, что отношения с Богом — это часть нашей жизни. Мы должны быть уверены, что эти отношения являются частью нашей жизни. Кто из вас хочет узнать, что это за отношения? Во-первых, нам очень важна молитва. Но что это такое? Молитва — это когда мы находим спокойное место, чтобы провести время с Богом в общности с Ним, общении и слушании. Тут нет ничего сложного. Нужно просто найти спокойное место, чтобы провести время с Богом. Это не значит, что мы должны молиться весь день. Да, мы должны молиться постоянно. Но через все Писание идет мысль о том, что наш Господь Иисус Христос советовал нам найти спокойное место для молитвы, чтобы нам ничто не мешало. Именно так мы и сможем с Ним общаться. Вам стоит найти какой-нибудь уголок. Стоит найти место, где вы с Ним будете по-настоящему вместе. Ощутите дружество с Богом, где вы сможете быть с Ним вместе. Если вы не будете молиться, вы не будете ощущать самого Бога. Потому что именно в молитве мы и находим Бога. Давайте вспомним, что Бог говорит одной из церквей в Откровении. «Вот, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вам нужно понять, что прямо сейчас в вашу дверь стучится Господь. Он стучится туда с самого утра. Но обратите внимание на эти слова. «Если кто услышит голос мой». Проблема в том, что мы не слышим того, как Бог, всемогущий Царь, наш старший брат, хочет войти к нам и провести с нами время. И вот чего он желает. Он сказал об этом церкви. Часто мы читаем в Писании о заблудших овцах, но в этом стихе он обращается к церкви. Он говорит, «Я хочу быть с тобой каждый день. Хочу быть там, где ты живешь. Хочу вечерять с тобой». Что это значит? «Хочу проводить с тобою время. Хочу, чтобы ты говорил со мной, и тогда я буду говорить с тобой». Я говорю эти слова церкви и ее прихожанам, которые перестали молиться и проводить время с Господом в общении и слушании. Я хочу, чтобы вы нашли время и сделали молитву одним из важнейших занятий в вашей жизни. Ко мне подходят люди, подходят ко мне за советом, как молиться Богу, потому что у них ничего не получается. Они посвящают этому занятию всего пару минут, пока одеваются утром. Они говорят, «Господи, помоги мне и благослови». И все. Послушайте, такой молитвой вы обижаете Бога. Такой молитвой вы говорите Богу, «Боже, мне не нужно проводить с тобой время, чтобы добиться всего». Но послушайте, без Бога у вас ничего не получится. Мы должны проводить время с Господом. Я не говорю, что нужно все бросить. Продолжайте учиться и читать Библию. Я говорил вам это уже сотню раз. Но люди до сих пор считают, что это им не нужно. А потом удивляются, почему в их жизни все не так. Потому что вы должны осознать, что Бог нужен вам каждый день. Мы должны просыпаться, находить для Бога время. И удаляться в спокойное место, где мы сможем концентрироваться, поразмышлять и поговорить с Богом об истинных вещах, которые должны происходить в нашей жизни. О том, что мы должны следовать за Ним. Следовать за Ним и просить Его помочь. Скажите, «Я являю свою любовь и доброту Тебе, Господи. Этим утром научи меня, что делать, Господи. Тебе, Господи, я посвящаю свою душу». Вы каждый день должны находить время для этих отношений. Знаете, что все оживляет именно эти отношения? Не нужно делать это только потому, что так надо. Когда мы относимся к ним как к обязанностям, это становится просто традицией. А когда мы относимся к ним с любовью, это наделяет их силой. Общаясь с Индией, я говорю ей, «Я люблю тебя не потому, что должен». Я приношу ей кофе, гуляю с ней, ужинаю с ней в ресторане, провожу с ней время, говорю ей комплименты, хорошие слова, слушаю ее не потому, что это мой долг как мужа. Я делаю это, потому что я люблю ее. Общаясь с Господом, вы должны поступать так же, потому что мы любим Его. Я не могу дождаться момента, когда прозвонит будильник и начнется новый день, чтобы встать, приготовить кофе, собрать свои книги, свои бумаги, свою Библию, а затем встать на колени и сказать Богу, «Господи, я верю в Тебя». Ты мой отец, Ты создал все сущее, Ты создал все Божьи вещи. Каждый день я объявляю о своей вере Богу, потому что я очень люблю Его. Я знаю, что сейчас Он здесь со мной. Но тут ко мне подходит мой пес Бишоп и говорит, «Эй, мне нужно на улицу, у меня там дела». Мне приходится встать, открыть дверь и выпустить Его на улицу. Потом я возвращаюсь к молитве, но вдруг вспоминаю про кофе. Иду к кофеварке, наливаю кофе себе и Синди, отношу ей кофе, и она говорит мне, «Спасибо». Даже если она спит, как убитая, я на цыпочках подкрадываюсь к кровати, тихонько ставлю чашечку на прикроватный столик. Даже если я делаю это очень тихо, я слышу слова, «Спасибо большое, я люблю тебя». Я отвечаю, «Мне это не стоило большого труда, дорогая». Потом она встает и делает то же самое, что и я. У нас это происходит так естественно. Я провожу время с людьми, я пью кофе, я благодарю Господа, я смотрю на древнее посвящение и понимаю, что это моя повседневная жизнь, мое ежедневное общение с Богом. Я цитирую Писание, рассказываю людям о Боге, молюсь о других людях, и послушайте, вам от этого никуда не деться. Вам от этого никуда не деться. Хочу задать вам вопрос. Находите ли вы в своем распорядке дня время для общности, общения и слушания Бога? Находите ли в своем распорядке дня время для Бога? Вы скажете, «Но мне это не нужно». Но это нужно Иисусу. Поэтому Он просыпался еще засветло, находил спокойное место и проводил время с Отцом. Не делать этого – это все равно, что сказать, что вы лучше Иисуса. Не делать этого – это все равно, что сказать, что Он вам не нужен. Но хочу вам сказать. Послушайте старого осла. Он вам нужен. Он вам нужен. Мы должны следовать за Ним. Следующая вещь, которую я хочу вам сказать, звучит так. Нужно учиться. Вы должны учиться. Вы должны проводить время в общности, общении и слушании Бога. Но это еще не все. Вы должны открывать Библию. Вы не можете просто читать Библию и слушать, как кто-то говорит вам о Библии в церкви. Послушайте меня. Да, это очень хорошо. Славьте Господа, конечно. Да, приходить в церковь и слушать – это очень хорошо. Но вы должны остановиться и провести время с Богом. Вы должны открыть Святое Божье Слово и позволить Ему войти в вас. Как еда для тела. Таким же должно быть Слово Божие для души. Многие люди говорят мне, ну, у меня нет времени. И тогда я отвечаю им, время поесть. Вы ведь находите? Это видно. Вы же находите время поесть. Находите? Время приготовить то, что вы будете кушать. Вы находите время сесть за стол и поесть. Сколько раз в день вы это делаете? Три раза. Некоторые, даже чаще. Мне нравится заниматься этим целый день. Отличное занятие. Но если вы находите в своем распорядке дня время для этого, то у вас найдется время отложить то, что вы любите делать. Послушайте, у нас есть время. У каждого из нас есть одинаковое количество времени. Все зависит от того, как вы им распоряжаетесь. Мы должны открыть Библию и посвятить ей немного времени. Мы должны читать ее, и тогда она будет нас питать. Потому что в Евангелии от Матфея сказано, эти строки рассказывают об искушении Иисуса. «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано не хлебом, одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Прежде всего, чтобы победить врага, вы должны знать, что написано в Библии. Вам не хватит пары хороших стихов. Вы должны знать Библию целиком. Она истинна только целиком, а не отрывками. Многие люди качаются, будто волны в море, потому что они не знают Библию целиком. Они не знают Библию целиком. Знают ее лишь отрывками. Допустим, к вам приходит сатана и говорит, «Смотри, что написано в Библии. Ты можешь это сделать». И вы должны быть готовы сказать ему, «Да, но там написано еще и другое». Потому что вы знаете Слово Божие. Кстати, самый лучший способ прогнать вашего врага и не позволить дьяволу испортить вашу жизнь – начать цитировать Слово Божие. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Обратите внимание, в оригинале на месте слова «Слово» используется слово «Рэмэ», не слово «Логос». «Логос» означает написанное в данном контексте. Иногда у вас есть «Логос», но нет «Рэмэ». Обычно на месте слова «Слово» стоит слово «Логос». Но здесь стоит слово «Рэмэ». Когда Слово Божие становится для вас чем-то реальным, тогда хорошо. Когда Слово Божие является для вас не просто знанием, а становится действием. Когда Слово Божие для вас не просто фундамент, а когда вы строите на нем свою жизнь. Слово Божие – это свет, освещающий ваш путь. Оно все вам покажет. Оно направит вас, оживит вас, принесет вам жизнь. Суд в том, что вы должны пребывать во Христе. Пребывать во Христе. Иоанн сказал, что Христос – это Его Слово, а Слово – это Христос. Некоторые из вас говорят, «Я хочу увидеть Иисуса». Просто откройте Библию, и тогда увидите. «Я хочу проводить время с Господом». Просто откройте Библию, и тогда вы будете с Господом. Вы должны пребывать в Слове Божьем. Но вы послушаете то, что я вам скажу, и пойдете заниматься своими делами, потому что вы хотите жить по-своему. А потом вы подходите ко мне и спрашиваете, «Почему Бог поступает так с моей жизнью?» Но вы сами поступаете так со своей жизнью. Верить нужно в Слово Божие. Но только 3% христиан верят в то, что Слово Божие – это истина. И сегодня я хочу помолиться за 3% этого зала, которые в это верят. Скажу вам один тезис. Паститься в отношении еды – это смирение перед Богом. Делая это, мы питаем Бога. Паститься в отношении еды – это смирение перед Богом. Но это еще не все. Паститься в отношении Слова Божьего – это смирение перед миром. Пастясь в отношении еды, вы смиряетесь перед Богом. Пастясь в отношении Слова Божьего, вы смиряетесь перед миром. Мы либо обновляем наш разум Словом Божиим, либо повреждаем его миром. Мы либо обновляем наш разум Словом Божьим, либо повреждаем его миром. Так же как наркотики повреждают наш мозг, мысли о светских вещах повреждают наш духовный разум. Мы были призваны духовно мыслиц. Ведь так? Является ли Слово Божие для вас чем-то, чего вы все еще хотите вкушать каждый день? Или оно стало для вас старой ненужной шляпой? Знаете, это просто ужасно, когда для вас книги, написанные людьми, становятся важнее книги, написанные Богом. В мире есть столько книг на любой вкус. Мы живем в век информации. В Библии предсказывается это время. Там сказано, что однажды знания будут повсюду. Но о Слове Божьем не забудут. Почему? Потому что всегда будут люди, которые смирятся своей праведности. Если вы будете просто читать Слово Божие, вы будете попросту терять время. Вы будете попросту терять время. Но если у вас будет желание и любовь читать Слово Божие и еще молиться, то ваше время будет потрачено не зря. Если вы обратитесь к Богу и скажете, «Боже, я не могу без этого жить. Это моя духовная пища, которая поддерживает во мне жизнь. Без Твоего Слова у меня ничего не получится». Потому что духовный мир и мир плодцы подобны двум питбулям, которые дерутся друг с другом. И знаете, какой из них победит? Тот, которого вы больше кормите. Тот, которого вы кормите, всегда победит другого. Об этом сказано еще в Писании. Вы увидели то, что вы прочитали. То, что вы питаете, всегда победит. Мы должны жить в согласии со Словом Божиим. Является ли Слово Божие все еще священным для вас? Ставите ли вы его превыше всех других книг? Люди говорят, «Этот парень сказал одно, а тот парень сказал другое, а вот это третье». А я просто говорю вам, что Слово Божие превыше всего. Оно — это наш главный козырь. Потому что в согласии с Ним мы должны прожить нашу жизнь. Возможно, вы считаете его старомодным, ведь оно было еще во времена Древнего Египта, когда с небес падала манна небесная. Она была сладкой на вкус. На вкус она была как пирог. Здесь ведь много сладкоежек, да? Бог сделал так, что вкус у нее был просто невероятный. Но людям все равно чего-то не хватало. Им до сих пор чего-то не хватает. Если вам не хватает Слова Божьего, то у вас явно будут проблемы с вашими супругами. Послушайте, когда вам не хватает Слова Божьего, то вам будет не хватать всего. Если вам не хватает Слова Божьего, то вам будет не хватать и всего остального. Потому что тогда вы питаете свою плоть, а плоть никогда не удовлетворяется. Но Дух можно удовлетворить, если питать Его Словом Божиим. Его можно легко удовлетворить. Мы должны постоянно искать Слово Божьего и действовать по Нему. И тогда манна небесная, коей является Иисус Христос, ваш Господь, обновит вашу любовь. Вот какой эффект у Слова Божьего. Оно обновит весь мир. Не какие-то части мира, а весь мир. Оно обновит ваш разум. Мы просто должны пребывать в Боге. И сейчас я расскажу вам о последнем из трех действий — это дружество. Только послушайте, жить в дружестве с другими верующими — это значит жить в дружестве со Христом. Наши отношения с Богом, слушайте внимательно, не должны превосходить наши отношения с людьми. Ибо сказано в Писании, «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Как-то ко мне подошла одна пара. Ко мне часто подходят пары, в которых один из супругов говорит, «Мне кажется, что я отдалился от Бога». Вместо того, чтобы спросить совета о браке, они говорят, «Мне кажется, что я отдалился от Бога». И тогда Господь просит мне передать им такие слова. «Если вы уберете пропасть между друг другом, то вы уберете пропасть между мной и вами». Послушайте меня, ваши отношения с Богом не должны превосходить ваши отношения с другими людьми, которые вас окружают, с вашими супругами, с вашими друзьями, с другими христианами. Потому что Бог сказал, «Если вы не любите других людей, то вы не сможете любить и меня». Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас.